Привет, мои хорошие! Вы не представляете, как сильно я по вам соскучилась, и сегодня мы поговорим о книгах, о лучших книгах, которые я прочитала за эти полгода. Давайте скорее начинать. Я безумно хотела снять это видео, потому что я обожаю рассказывать о своих любимых, о лучших книгах, я прям с душой это делаю, и надеюсь, что вам интересно слушать о таких книгах, поэтому всё, давайте смотреть. И это те книги, которые уж точно прошли испытания временем, потому что все эти книги я заметила, что читала достаточно давно, и вот именно про них я вспомнила, именно эти книги мне зацепили и запомнились, поэтому сейчас будем смотреть, что же у меня тут за стопочка такая стоит. Давайте, чтобы было интересно, я буду показывать книги в том порядке, в котором я их читала по месяцам, и первая книга, которая зацепила меня, это был февраль месяца 2023 года, и это была книга Агаты Кристи «Десять негритят». Именно в этом году мне полюбилась Агата Кристи, я прочитала её про «Десять негритят», до этого я была ранее знакома с Агатой Кристи, я читала «Убийство во сущном экспрессе», та книга меня тоже зацепила, но как-то после неё у меня не было желания дальше знакомиться с Агатой Кристи, но после этой книги я скупила, мне кажется, почти все книги Агаты Кристи. Ладно, я преувеличиваю, но я скупила очень много книги Агаты Кристи, и после этой книги я читала залпом книги Агаты Кристи, потому что мне хотелось получить еще таких эмоций, эмоции, которые у тебя взрывают мозг, потому что эта книга произвела именно такие эмоции, и у меня, наверное, ни один детектив, по крайней мере, в моей жизни до этого момента не произойдет такие впечатления. Но я обычно читала такие легкие, очень простые детективы, и я точно могу сказать, что книга «Действия грязи» для меня лучше Агаты Кристи, потому что потом, да, я читала книги Агаты Кристи, но, к сожалению, таких уже эмоций на меня ни одна книга не произвела. «Смерть на Ниле» тоже была интересной, но уже не такой, как «Десять негритят», не знаю, «Десять негритят» меня просто вот вывернуло наизнанку, я не знаю, как еще объяснить все эмоции, которые испытала, что я сидела в конце этой книги с открытым ртом, которому меня упал просто до пола, и я не могла поверить в то, что тут произошло. Этот сюжет показался настолько насыщенным, настолько интересным, динамичным, при этом еще и мрачным. На самом деле, конечно, сложно рассказывать о детективах, чтобы вообще ничего не проспойлерить, но я скажу так, здесь у нас собираются персонажи на острове, причем они собираются все интересным образом, к каждому приходит письмо с тем, что он должен приехать на этот остров, там вот что-то будет, надо встретиться и так далее, но причина такая, что все люди, к которым приходят письма, они в итоге приезжают на этот остров, и там начинают происходить очень-очень страшные вещи. Книга начинается очень интересным образом с детского стишка. Такое у нас взрывающее динамичное начало, ну а мы смотрим дальше. И дальше я поняла, что не могу не показать эту книгу, это Ольга Примощенко, с тобой я дома, это нон-фикшн. В своих видео я не так часто показываю книги нон-фикшн, причем еще и в лучших книгах, но об этой книге я не могла не рассказать. Я обожаю Ольгу Примощенко, я знаю, что некоторые не особо сильно любят книгу «К себе нежно», но я ее обожаю. Вот бывает такое, что книга попадает тебе вот в нужный период времени, когда ты в ней нуждался, когда тебе нуждались те слова, которые там написаны, и вот так у меня произошло с книгой «К себе нежно». Я так полюбила этого автора, потому что та книга, она дарит такое тепло, такое спокойствие, о чине того, что ты разговариваешь с подружкой, не знаю, вот так вот оно тепло и располагающе написано. И когда у этого автора вышла книга «С тобой я дома», я тоже очень захотела с ней познакомиться. А эта книга у нас про отношения. Здесь были советы, естественно, по отношениям, да, как себя вести в той или иной ситуации, про роли в семье, про быт, то есть такие вот важные, такие самые ключевые моменты в этой книге были написаны. Я не могу сказать, что здесь было что-то, не знаю, сверхъестественно открыто, что вот вы читаете, думаете, «Ва, вот это вот я не знаю». Вот тут были моменты, действительно, которые вы и так знаете, но такие книги, они как бы углубляют вас, это знание. То есть вы знали этот момент ранее, а эта книга, ну вот, показывает вам, что да, вы знали, вы правы так правильно вести себя в той или иной ситуации. Или какие-то естественные моменты, которые вы не знали, например, тоже эта книга покажет. Но вот эта книга, она мне больше именно подарила вот именно тёплых эмоций и, в принципе, понятия, да, как себя вести в отношениях, как себя лучше не вести в какой-то там ситуации. Я книгу Ольги Примащенко читаю, наверное, в первую очередь, чтобы вот подарить тебе вот это вот ощущение теплоты, как будто меня окутали в тёплый плед и рассказывают какие-то вот такие вот истории. Что мне понравилось, что в этой книге не только рассказывалось об отношениях с партнёром, как себя вести в отношениях с партнёром, а также как вести себя самим собой. Как ты находишься в отношениях, ты просто вот наедине с самим собой, как себя вести. То есть эта книга, это как для меня было продолжение к себе нежной. То есть я ещё больше всего узнала, это, конечно, было здорово. Мне понравилось, что в этой книге было показано, как должны выглядеть, в принципе, отношения, потому что бывает такое, что человек настолько сильно влюбляется, что он перестает видеть недостатки человека, и он думает, что вот нормально, что человек там, не знаю, так себя ведет, нормально, что человек там игнорирует, нормально, что человек там делает какие-то ужасные вещи, то есть это все называется розовые очки, да, мы видим человека через эти розовые очки и оправдаем его, хотя он видит себя ужасный, возможно, даже окружающие себя про это говорят, но все равно ты начинаешь говорить, да нет, да он хороший, потому что просто ты очень сильно влюблен. И мне очень понравилось, что эта книга показала, как не должно, точнее, быть, и как должны выглядеть нормальные отношения, и как человек к тебе относится хорошо, как это вообще все выглядит. То есть эта книга, это, не знаю, как, возможно, база, как первая книга про отношения, которую можно прочитать и вот понять такие вот тонкости, которые кажутся простыми, но в жизни, на самом деле, это все далеко не просто. Мне тут очень понравилось один момент, такой очень милый. Тут пара называется как дом, да, что с тобой я дома, настолько вот комфортно тебе. И вот момент один, когда вы оба цените и бережете свой дом, вам не страшны ни ремонт, ни включение горящей воды, в разгар зимы ни потоп, устроенный соседями. Что бы ни случилось, вы встанете плечом к плечу, возьмете за тряпки, ведра, тазики и малярный скотч и справитесь с любой бедой. Милая такая книга, которая подарила классные эмоции, так что кого-то интересует тема отношений, вы думаете, с какой книги начать читать про отношения, то вот эту я точно могу вам посоветовать. Я заметила, что зимой меня как-то тянуло на такие вот милые истории, которые, видимо, меня согревали зимой. И следующая книга, которую я, честно говоря, сейчас очень показана в своем канале, за что я и заменяюсь, но я правда хочу, 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 чтобы как можно больше людей прочитали эту книгу, это Элеонор Портер «Поляна». Книга про девочку-болтушку по имени Поляна, которая хочет всех людей вокруг научить тому, чтобы любить жизнь, ценить жизнь. Эта книга, она пропитана добротой, полностью милотой, и Поляна не только учит людей вокруг находить какие-то положительные стороны в жизни, даже в какие-то не очень хорошие моменты, но учит и нас, как читателей, да, тоже находить в жизни положительные стороны, несмотря на то, что происходит. «Поляна» учит играть в игру, в которой нужно найти что-то, чему можно порадоваться в абсолютно любой ситуации. То есть какая-то страшная ситуация, все равно найти что-то хорошее, за что можно уцепиться даже, хотя кажется, это невозможно сделать, но вот что-то найти такое, чему можно радоваться. И это, правда, потрясающая книга, которая подарила такое тепло, такую радость, и, правда, Поляна научила меня, вот, правда, могу сказать, что книга, которая изменила меня, да, эта книжка про маленькую девочку, но она, правда, меня изменила, я, правда, даже в каких-то плохих ситуациях, плохих днях, вспоминаю Поляну, вспоминаю ее жизнерадостность и пытаюсь найти что-то хорошее, и, правда, это получается сделать, мне становится легче. Вот как бывает. Поэтому вот эту книгу я советую всем. Это та книга, та история, которая понравится и детям, и взрослым, я советую прочитать ее абсолютно, абсолютно всем. Здесь было потрясающе все, и сама главная героиня, отношения с другими героями, и как те второстепенные герои менялись у нас прямо на глазах, и здесь даже есть любовная линия, то есть вот, ну, абсолютно все здесь было, такое прекрасное, и драма здесь тоже была, но при этом в любой драме Поляна находила нотку того, чему можно порадоваться. И вот это вот и поражаешь, насколько у нее, какая у нее сила в воле, и какая-то вообще прекрасная девочка, и вот хочется на нее равняться, правда. И эта книга, она очень сильно похожа на сериал «Энн и зеленых крыш». Я этот сериал просто обожаю, это мой самый любимый сериал, поэтому, конечно, от этой книги я тоже осталась в восторге, но эти истории очень, конечно, похожи началом, завязкой. Да, прям фундамент один и тот же, девочка-болтушка, которая переезжает в новую семью, у нее сложности, но при этом она все равно очень позитивная, то есть вот одно и то же, но дальше все равно, когда мы двигаемся, то сюжет уже так вот разветвляется, так сказать, да, сериал «Эннн», этой книги, то есть все равно дальше сюжет у нас становится разным, и у девочек разные судьбы, то есть это не одна и та же история, просто с другими именами, нет, на самом деле истории разные, просто вот начало одно и то же, но что от «Эннн», что от этой книги я осталась просто в восторге, и могу посоветовать эту книгу просто всем-всем-всем. Особенно, если вам сейчас в жизни вот не хватает чего-то доброго, милого, или у вас какие-то трудности в жизни, то вот эту книгу я вот точно могу посоветовать. А еще, мои хорошие, я хочу от всей души посоветовать вам мой любимый маркетплейс, которым я сама с удовольствием пользуюсь, и это «Флау Вау», где можно заказать цветы, подарки, десерты, косметику и разные другие сюрпризы себе и своим близким. Например, я сама пользовалась «Флау Вау» и заказывала вот эти вот шикарные гипсофилы своей подружки на день рождения. Вы просто посмотрите, какая это красота! Так что можно радовать своих близких даже на расстоянии. Это так круто и мило! Кстати, свой свадебный букет я тоже заказывала именно там. У меня был шикарный букет из роз и гипсофил, в который я влюбилась с первого взгляда, и в такой важный день он радовал меня. Мне безумно нравится, что с магазином можно связаться в встроенном чате и обсудить все детали, высказать все свои пожелания. Причем ребята отвечают очень быстро. Магазин даже присылает фото, чтобы убедиться, что вам все нравится и вы всем довольны. А еще можно заказать открыточки и даже на этой открыточке написать пожелания. Это прям, ну, очень крутой сервис. А я вам даю промокод BOOKSTAR на скидку в 15% аж до конца сентября. на первый заказ. Так что вы точно успеете порадовать себя или своих близких. Особенно это будет актуально как раз на 1 сентября или дни рождения. Ссылку я, конечно, ставлю в описании к этому ролику. И это моя искренняя, горячая рекомендация. А следующая история, которую я вам покажу, это Стивен Кинг и вот этот вот талмутик под куполом. Если вы мой канал смотрите уже как раз таки эти полгода, то вы видели с этой книгой на моем канале марафон 24 часа чтения. И посмотрите его, узнаете, успела ли я прочитать эту книгу за 24 часа. Но, как вы понимаете, читала я ее быстро, в голоб. Все-таки, если вы будете читать этот толстячок, то я советую вам читать его более, так сказать, вдумчиво, более подробно, потому что, конечно, я читала так очень-очень быстро, чтобы успеть. У меня в голове постоянно были вот эти часы, а-ля сколько часов мне осталось до конца марафона. Поэтому, конечно, для меня эта книга пронеслась, ну вот, очень быстро, потому что здесь очень много героев, здесь очень много событий, очень сложно всех запомнить. И, конечно, это было очень тяжело читать эту книгу за 24 часа. Книга меня зацепила, а это правда так. Мне кажется, это вообще одна из самых сильных книг у Стивена Кинга. Я у Стивена Кинга прочитала достаточно много книг, достаточно много произведений, но вот это оно у меня очень сильно зацепило. Именно зацепило тем, как Стивен Кинг здесь прописал вот столько персонажей, как он здесь все закрутил, как он здесь все прописал, это меня, честно, покорило. Здесь у нас городок, который накрывает купол. И вообще непонятно происхождение до купола, откуда он вообще взялся, как он вообще, откуда он упал или не упал вообще, как такое произошло, почему он появился, естественно, там происходят очень страшные случаи, что кто-то во время того, как этот купол накрыл город, кто-то там проезжал куда-то, кто-то в этот момент шел по этой границе, еще что-то там, самолеты как бы тоже летали, естественно. И вот книга с самого начала начинается очень динамично, жутко, страшно, и сразу вот с первых страниц мы понимаем, насколько это будет сильная история, насколько она будет динамичная. смотря на то, что она вот такая вот большая, скучно здесь точно не становится, ни одного момента скучного не было, здесь очень-очень много всего происходит, и, конечно, здесь правда много персонажей, за которыми нужно успевать следить, всех запомнить, понять, кто есть кто, но я у себя в голове такой списочек сделала, и, в принципе, спустя, не знаю, там страниц, наверное, четырестнадцать, может, половину книги, я уже четко понимала, кто есть кто, потому что, конечно, возникала путаница, ну и тут любимая, конечно, Стивена Кинга, это описание психологии людей, как себя люди начинают вести в таких ситуациях, когда они, вот люди просто отгрожены от всего, то есть им, по сути, ничего не грозит, вот они находятся под этим куполом, и они могут там творить все, что угодно, потому что никакая подмога не сможет вообще приехать, пробраться через этот купол, естественно, становятся вообще какие-то расследования проводятся, откуда этот купол взялся, из чего он состоит, можно ли его как-то пробить, можно ли там, не знаю, какой-нибудь туннельчик сделать или пролезть под ним, то есть это все было настолько интересно, что оторваться ты правда не можешь, и хоть, да, мне эта книга произошла вот так вот сумбурно, но у меня столько ярких картинок было в голове, пока я читала эту книгу, что я не могла оторваться все равно, и было тяжело, но я прочитала эту книгу, вот, знаете, успела я или нет, посмотрите видео, если не смотрели, но это было, конечно, то еще приключение. Мои любимые, Анна Джейн, конечно, в этом видео тоже есть, это книга по осколкам твоего сердца, не перестану говорить, что Анна Джейн навсегда останется в сердце, и человек живет, пока жива память о нем, это правда так, хоть это очень тяжело, Анна Джейн с нами уже нет, к сожалению, но у нас есть ее истории, ее прекрасные персонажи, которые будут с нами навсегда, и мы их забывать точно с вами не будем. И вот, после трагичной этой ситуации, я прочитала книгу по осколкам твоего сердца, и эта книга, она как будто подарила мне все те эмоции, которые я испытала, когда узнала эту новость, в общем, эта книга мне помогла, но при этом еще и сделала очень больно. Это у нас вторая часть книги, твое сердце будет разбито. Первую часть я читала достаточно давно, и вторую часть я все никак не могла взять после вот этих вот известий, новостей, но потом все-таки переборола себя, взяла эту книгу, потому что очень скучилась по слогу Ани, и взяла эту книгу, прочитала ее, и читала ее со слезами на глазах, и с улыбкой на лице. Здесь у нас история о двух героях, при этом в этой книге поднимается очень-очень много тем, очень таких серьезных тем, это буллинг в школе, это абьюзивные отношения, это отношения с родителями, взросления, различные недопонимания, все вот эти вот любовные интрижки, там первая влюбленность, все рассказывается в этой книге, и меня очень поразило то, как Анна Джейна вообще все прописала, и конечно здесь еще прописывается тема потери, потери близкого человека, и вот это, это меня просто вот на повалу сразило, потому что вторая часть, она для меня показалась вот именно из-за этого очень и очень сильной, вот прям вот максимально, она вот попала мне прям вот в нужный момент времени, поэтому именно из-за этого эта книга определенно становится одной из самых любимых у Анны Джейн, и определенно она попала в это видео, потому что я прочитала ее как раз таки в первой половине этого года, но она мне подарила столько эмоций, за что я, конечно, благодарна, я очень люблю книги Ани, я безумно люблю этого человека, Аня была безумно светлым, искренним, добрым человеком, мы с ней общались, переписывались, но мне пацан прилил какие-то подарочки, у меня есть пару подписанных ее книг, которые я храню, как Денис Волка, которые пацан открываю, просматриваю, вспоминаю, это все, ну вот теперь я смотрю на эту книгу с улыбкой, и честно, вот я сейчас говорю, а у меня правда идут мурашки по коже, потому что все это, конечно, очень-очень трепетно, и слезы на глаза наворачиваются, поэтому просто знаете, что книги эти очень сильные, и кому вот знакомы темы, которые перечислила, которые трогают, возможно, вас, вот эти вот темы, то, конечно, просто очень сильно советую прочитать эти книги, и, возможно, книги Ана Джей некоторые называют слишком слащавыми, или слишком банальными, для меня в этих книгах есть душа, вот такие герои здесь искренне, такие тут моменты, и она же не все так прописывает, хоть может показаться сюжет банальным, но так это все она же не прописывает, что это попадает тебе в самое сердце, ну, по крайней мере, мне точно, поэтому я так сильно люблю ее книги, и мне кажется, куча-куча фанатов, которые любят книги Ани, как раз таки любят их именно вот за это, и еще одна история, такая тоже тяжелая, но все-таки она меня зацепила, и хоть после прочтения, возможно, мне не было таких эмоций, но спустя время понимаю, что это правда очень сильная история, о которой мне тоже хочется с вами поделиться, это «Среди тысячи слов» автора Эмма Скотт, здесь трагичная история двух героев, героя с переломанными судьбами, здесь у нас девочка по имени Уиллу, которая пережила насилие, и как Эмма Скотт в этой книге прописала, какие Уиллу испытывала чувства, почему она не могла с этим поделиться, и вообще все-все-все, именно психологию Эмма Скотт прописала очень круто, и также здесь у нас есть герой, Айзек, у которого тоже очень тяжелая судьба, он потерял мать, из-за этого отец начал пить, он стал настоящим алкоголиком, начал избивать Айзека, и вот Айзек пытается как-то выживать в таких условиях, пытается как-то заработать не только себе, но и своему отцу на жизнь, который избивает его, но он уже не бросит его, это его отец, и вот такие вот у нас два сложных героя, персонажи встречаются, при этом здесь еще все замешано с театром, я обожаю театр, в этой книге была классная сфера театра, герои ставят представление Гамлет, Шекспира, тоже все такое трогательное, но при этом все это так связано, все это так закручено, классно, так Эмма Скотт все классно прописала, что тоже привязалось к персонажам, и хоть возможно вначале кажется, что ну тоже вот ну как-то банально, и вот эта книга, честно говорю, она меня вначале раздражала, что мне казалось, ну как-то ну банально, ну Эмма Скотт, ну боже мой, ну почему такие банальные моменты, а потом как-то бах, что-то переключилось, и я поняла, что боже, а это так, а это так искренне, это так трогательно, это герой классно написано, что в итоге я к нему очень сильно привязалась, и уже не могла спокойно читать, очень сильно переживала за этих персонажей, то есть да, тоже банальные моменты есть, а-ля там, не знаю, бедный парень, богатая девушка, вот они друг на друга обращают внимание, а этот парень, который бедный, он там супер-пупер-красавчик, и все равно все девочки сходят по нему с ума, вот он обращает внимание именно на нашу главную герою, то есть да, такие вот моменты шаблоны здесь тоже есть, но все равно потом все раскрывается очень классным образом, и ты уже привязываешься к персонажа, и вы уже не обращаетесь внимания на эти банальные моменты, ты уже думаешь, смотришь, думаешь, господи, хоть у них все было бы хорошо, пожалуйста. Ну и последняя книга, которую я ставлю на десерт, это «Унесенные ветром Маргарет Митчелл», это та книга, которая подарила, наверное, мне максимум эмоций, максимум эмоций мне даже подарила просто главная героиня, от ненависти до любви и обратно, потому что главная героиня меня испытала, правда, вот тоже весь спектр эмоций. Я на данный момент сейчас читаю второй том этой книги, и второй том, это, конечно, та еще мощная, не знаю, почему они все на ветром, мне прям долго читаются, тяжело идет книга, но при этом из-за того, что я читаю долго, я как будто прям долгий промежуток своей жизни проживаю вместе с персонажами. И вот у меня эта книга прям ассоциируется с большим промежутком моей жизни, и вот настолько у меня ярко события в голове общались с этой книги, и причем еще это все вот так вот долго растянулось, как будто я вместе с героями все это проживала, вот этот вот свой период жизни прям вот проживала все вместе с персонажами, все вот эти вот страсти, которые тут происходят. Вот, конечно, Скарлетт — это очень однозначно главная героиня, которую я и ненавидела, которая меня очень сильно бесила, потому что я всё равно к ней проникалась, в другой момент она меня снова раздражала своими поступками. Но Скарлетт — это, наверное, героиня, которая не похожа ни на одну другую, потому что у неё такие мысли в голове про Скальки. Вот я Скарлетт называю, знаете, таким чертёнком. Вот у каждого в голове, мне кажется, бывают про Скальки такие мысли. Ну, какой-то случай случился, и мы подумали об этом, ну, сами понимаем, что это нельзя так думать, ну, нельзя так думать, это ужасно, фу-фу-фу, так нельзя. А вот Скарлетт, ну, как бы мы у неё в голове, по сути, находимся, и вот эти вот все мысли видим, она как бы не говорит о это, но мы видим, что происходит у неё в голове, что она думает, и мы думаем, господи, как так можно, как вообще такое возможно? Вот всегда один момент провожу в пример, когда я говорю об этой книге, о поведении Скарлетт, чтобы оно было более наглядно. Ждите, у нас происходят военные действия, всё тут очень страшно, военные действия, да. И наша Скарлетт, она работает в госпитале И тут ей привозят военных, раненых И когда люди там у кого-то, ноги нет, руки нет Вообще ужасная ситуация И когда военные у Скарлетт спрашивают Что там с нашими, что там, что там происходит вообще Расскажите Скарлетт со старфинем смотрит и думает Почему они задают такие глупые вопросы Зачем они вообще это спрашивают Почему они вообще не обращают на меня такую красотку внимания Как бы перед ними стоит красивая девушка Почему они там не делают такие комплименты и так далее То есть вы понимаете, да, такие вот моменты были Потому что Скарлетт у нас там, хоть и описывается в книге Что она там не облистала красотой Но все равно все парни сходили от нее с ума У нее была там безопрочная тонкая талия И все такое, это массивная талия И вот все равно парни обращали на нее внимание Тут такое происходит И тут парни присуда обращать на нее внимание За какие-то такие вот вопросы Ну вот, в общем, вы понимаете, да, Скарлетт Теперь вот вы понимаете, что такая за героиня Но при этом были сильные моменты Когда я хотела похлопать Скарлетт и она действительно себя вела очень мужественно, очень классно. В общем, классная книга, которая вызывает такой вот спектр эмоций, здесь военные действия происходят, и мы смотрим за жизнью Скарлетт, очень непростой её судьбой, и судьбой вообще всех людей, которые там живут, но это на самом деле было сильно. Эта книга, она правда для меня была именно динамичной, то, что у меня такие вот неоднозначные эмоции вызывало, наверное, в этом есть прелесть вот этой вот истории. Такая вот у меня прекрасная слабочка получилась, но вы можете поделиться в комментариях вашими любимыми книгами за полгода, мне будет очень интересно почитать. А на этом было всё, до встречи в новом видео, и пока-пока!